Я приветствую всех тех, кто смотрит канал Да это так, с подпиской или без, кто лайкает и не лайкает. Абсолютно всем доброго дня, со мной на связи прямо сейчас экс-генеральный прокурор Украины, глава Союза Юристов Украины Святослав Пескунс. Слава Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте, Макс, рад вас видеть. Это очень взаимно, вы знаете, наши зрители, я лично вам всегда рады. И не потому, что мой дед тоже был в генеральной прокуратуре и работал только в Молдове, а потому, что от вас хочется услышать правды, и самое главное, от вас ее можно услышать много чаще, чем от тех, кто, например, выступает на марафоне, скажем так. Ну да, я менее осторожен. Рассчитываю на вас и в свежем разговоре на правду. Слава Михайлович, Израиль горит, зажжен фитиль Ближнего Востока, скажем так. И наблюдая за всем происходящим, я вот со своими гостями замечаю, обсуждаю это, и абсолютно разные мнения высказываются по этому поводу. Сейчас поймете, о чем речь. Я сейчас конкретно возвращаюсь в Организацию Объединенных Наций. Там США, именно в Совбез ООН, Совет Безопасности, да, то есть это мировые полицейские, там США наложили вето на резолюцию по прекращению огня между Израилем и сектором газа. Значит, эта резолюция осуждает любое насилие против мирного населения, включая, цитирую, отвратительные террористические атаки Хамаса против Израиля. То есть там как бы, но и взаимно тоже запрещают. Значит, по результатам голосования, 12 проголосовали за, 12 членов Радбеза, США против наложили вето, Россия и Британия просто воздержались. Израиль часто обвиняют в том, что Израиль, обороняясь от террористической организации Хамас, как утверждают в самом Израиле, и в принципе Хамас признан многими странами террористической организации, значит, Израиль обвиняют и американцы, и многие европейцы, ну и, конечно, арабский мир в том, что Израиль нарушает обычаи войны. Скажем так, превышает, превышает необходимой обороны. Да, Санкт-Петербург. Есть такая тема, она очень важна, на мой взгляд, это, конечно, вообще, когда загорелся Ближний Восток, стало понятно, что мир начинает изменяться. И будет изменяться быстро, будет изменяться в лучшую или в худшую сторону, это вообще неизвестно. Я, честно говоря, сомневаюсь, что это будет в лучшую сторону, потому что все-таки мы понимали американские принципы, мы понимали американские требования, мир понимал, да, и как-то придерживались этих общих принципов. Они назывались демократические принципы, демократическая страна, требования и развитие демократии, оно так называлось. Даже если где-то когда-то и куда-то чуть-чуть уходило не туда, то глобально оно все-таки было демократическим, да. А теперь мы понимаем, что другие силы начинают набирать обороты, другие силы начинают требовать своего права. Вот законно они требуют этого права или нет? Неизвестно. Понимаете? Есть же разные резолюции по той же Палестине, по тому же Израилю. Вот поэтому все становится сложнее и сложнее разобраться в этой ситуации. То, что касается прекращения огня и то, что Израиль, как считают отдельные страны, превышает пределы необходимой обороны, я как юрист могу сказать, слушайте, вам что-то не нравится? Накажите его. Раз страна превышает пределы необходимой обороны, ну накажите его. Та ситуация, которая сегодня разворачивается на Ближнем Востоке, она действительно получает двойственную оценку. Одни политологи говорят, да что вы слушаете, давайте пусть Америка поднимет эти 100 самолетов, не дай бог третья сторона влезет в этот конфликт, Америка поднимет 100 самолетов, разутюжит эту страну, третью, которая там Хазбулла или кто-то. Так вы не забывайте, что этими самолетами они будут бомбить не Хазбуллу, они будут бомбить и Ливан. А Ливан это независимое государство. Да, там находится Хазбулла, но это независимое самостоятельное государство. То есть это война. Понимаете? Знаете, можно много ума не надо. Но американцам же не впервой, Ислам Михайлович, правда? Правильно, им не впервой. Но как потом долго они как бы выгребают за это, понимаете? И уже не те времена. Если раньше можно было вопрос решить одним авианосцем, это правда. И Байден сделал очень правильно, что он послал туда авианосцы, и он предупредил всех, что, ребята, я на готове, англичане на готове, морские пехотинцы на готове, мы все готовы встать, защищать Израиль. Арабский мир может воспротивиться такому объединению демократического лайка. Скажем так, уже. Подождите, ребята, мы же тоже, у нас есть чем воевать. Вы же нас вооружили. Вы же нас вооружили. У нас же тоже все есть. Вы нас научили. Вы нас вооружили. Вы нам продали соответствующие технологии. Мы можем тоже фыркнуть. И тогда что? Разгорится пламя? Поэтому сегодня ситуация очень шаткая. Я понимаю, что Байден очень правильно сделал. Он макнулся туда, на Ближний Восток, со всеми поговорил и личным примером показал. Что показал Байден? Он же не сказал АТУ. Давайте бомбить. Правда? Своим примером Байден показал. Я склонен к переговорам. Но при этом... Святослав Михайлович, смотрите. Вот прилетел вчера Байден, только сошел с трапа самолета и сразу заявил, что по материалам, которые он видел, он делает вывод, что удар по больнице в секторе газа был нанесен другой командой, сказал Байден. То есть не Израилем. Молниеносно провели расследование. Цахал публикует аудиоперехват якобы террористов о том, как готовилось все это. Я напомню, что 800 человек погибло мирного населения, гражданского. И тут все как бы Байден... Даже вообще расследование проводить на самом деле не надо. Байден сказал и все. То есть оно уже как бы... Но арабский мир не согласен с этим. Да, там они пресс-конференции проводили вокруг труппы и так далее, и так далее. То есть я вам говорю о том, как это работает. При этом после заявления Байдена источники из Белого дома, не знаю, можно назвать сплетнями или... Нет, в американской все-таки прессе это иначе работает. Источники в Белом доме заявляют, что именно в Белом доме есть такая негласная тишина по поводу того, как обороняется Израиль. И то, как он обороняется, это как бы вот, знаете... Да. Умолчим. Я вас понимаю, и вы меня поймите, что Израиль это самостоятельное независимое государство. Конечно. Вот как хочу, блин, так и обороняюсь. Так а нафига эти резолюции все нужны-то? А? Сава Михайлович, вот я у вас-то спрашиваю, как у прокурора, у человека право. Нафига эти резолюции нужны? Нафига нужна ООН? Если я как хочу, так обороняюсь. Так давайте и мы, как бы, что мы церемонируем с россиянами? А я не знаю, что мы церемонируем. Давайте и мы. Нам не разрешают, а мы слушаем. А чего? Не-не, я же говорю, мы самостоятельная... Нет. Мы самостоятельная страна, можем себе позволить, конечно. Да как же можем позволить? Я не могу понять, как можем себе позволить. А почему мы не ставим вопрос? Вот мы все молчат, я впервые скажу у вас в эфире. Ни один человек не сказал. Я пересмотрел тысячу эфиров. Где голубые каски? Как? Где голубые каски ООН? А, вот. Это мы с 16-го года обсуждаем. Нет, вы-то, может, и обсуждаете. Но сегодня это же время голубых касок. Это же период, когда их нужно срочно туда заводить. И что? Кто-то их заводит? Нет. А что, не было периода, когда голубые каски могли предотвратить войну между Украиной и Россией? Был такой период на Донбассе. Но я вам напомню, Россия внесла такую резолюцию в ООН, но вы же понимаете прекрасно, что механизм подразумевает присутствие и российских миротворцев на территории, на линии разграничения, скажем так. Поэтому Украина заблокировала. На 100 африканцев будет 2 российских. Да и хрен с ним. Что они там решат? Ну, Украина заблокировала именно из этих убеждений. Вот у нас сегодня и война, что мы тогда заблокировались. А вот, а могло же все закончиться намного проще. И Меркель говорила, давайте, голубые каски, введем. И Макрон говорил, и Америка была не против. И деньги могли выделить тогда. Вот так и здесь. Надо немедленно вводить миротворческий контингент. Немедленно. Надо приостановить эту резню. Выявить террористов Хамаса, выловить и судить их показательным судом. А если не смогут сдаваться, то естественно уничтожить. Конечно, не должны гибнуть дети, старики и женщины. Не должны гибнуть, потому что народ не наказывается за акт террора. Это всем понятно. Но механизма нет. Есть маленький вот такой вот механизм, который называется голубые каски ООН. и тот никто не включает. Как вы думаете, как скоро ООН прекратит свое существование наподобно, вспоминая историю, по подобию Лиги Наций, которая прекратила свое существование после Второй мировой войны, потому как не справилась со Второй мировой. А сейчас вот мы видим, не справляется ООН не с мировой, а с элементами Третьей мировой по всему миру. Когда она развалится? Или она наоборот укрепится, по вашему мнению? Я думаю, ООН в таком виде, как оно сейчас существует, просуществует уже недолго и немного. Они уже себя изжили как авторитет международный. как организация, которая требует и обязывает народы неукоснительно соблюдать нормы международного права. У них механизмов нет. Надо либо им дать механизмы, а это исключено, потому что каждая страна независима, самостоятельно, либо нужно придумать новую международную организацию, которая будет на основании своего устава принимать коллективные решения, которые будут исполнять все члены этой организации. Вот я, например, внес предложение на одном из эфиров всех членов Совета Безопасности раз в месяц, чтобы президенты этих стран собирались тет-а-тет. Президенты глазу на глаз. И тогда это не будет пиар-акция, которую будут рассказывать по телевизору, а будет разговор руководителей ядерных стран с глазу на глаз между собой. И может тогда многие вещи уйдут, потому что один другому скажет то, чего он никогда не сможет сказать по телевизору или своих избирателей. Они смогут договориться, им никому война не нужна. Они показывают, что они сильные. На самом деле сегодня сильного нет. Не важно. Драк не будет. Я понимаю, что помните 2019 год, когда Зеленский поехал на нормандскую встречу. Ведь тогда очень смешно было, точнее было так, смешно, что уж плакать хотелось. Все очень серьезно, Путин, Меркель, кто там еще, Макрон уже был, да, вроде. Зеленский, все сидят с такими лицами серьезными. Потом состоялась закрытая встреча, на которой присутствовал только Зеленский и Путин. Ну, там еще был Аваков, Ермак, там, понятно, но имеется ввиду практически тет-а-тет. О чем говорили? О поставках газа, Светлана Михайловича. Вот о поставках газа говорили, не о мире, а о поставках газа. Вот и все. Точно так, что тут. Вы говорите, ядерные державы. Супер. Вот тогда, например, палестинцы с израильтянами договорятся о поставках электроэнергии и газа в газу. И все. Понимаете? Вы сказали о ядерных державах. Смотрите, ведь как раз-таки фактор того, что ООН существует до сих пор и не развалилась, есть, ну, такой себе шантаж, да, как раз-таки Совбеза ООН и членов Совбеза. У каждого есть ядерная дубинка, каждый себе решает. Вот как ему удобно это принимает или не принимает, как сегодня США или много раз Россия, например, да. Вот. А хорошо, диктуют же условия в любом случае ядерные игроки или нет? Конечно, диктуют. Смотрите, Россия два месяца тому назад вдруг вышла из договора ядерного сдерживания. Да. И нераспространения ядерного оружия. Для того, чтобы подписать этот договор, работали дипломаты Америки, Советского Союза и России много-много лет из стран Европы, да, договор был подписан. Вдруг они в одностороннем порядке из него ушли. Вопрос, что-то, всем было понятно, что что-то будет в мире происходить? Значит, для чего-то они это сделали? Понятно, никто не дооценил этот шаг. Потом, теперь, это свидетельствует о начале ядерных испытаний. Скажите мне, пожалуйста, если начнутся ядерные испытания, это же не те ракеты, это не мяу вот это, тактическое вооружение. Это будут испытывать не мяу, будут испытывать такое, что земля будет дрожать, не только новая земля, а и другое будет дрожать, и Оклахома будет дрожать, понимаете? То есть, земной шарик начнет шевелиться. Хорошо, а если эта бомба во время испытания полетит не туда, и что тогда делать? Включать кнопки, нажимать. Вы же понимаете, что вот эти испытания ядерных вооружений, это было огромным достижением политиков мира, потому что тогда не развивалось ядерное вооружение. Да, оно застопорилось, теоретически оно все равно развивалось, но практически никто не пробовал. А сейчас начнут пробовать, понимаете? Ой, страшно, страшно, Савел Михайлович, тут, конечно, да. От Израиля ваш прогноз. Смотрите, вот, кстати. Я вам хочу сказать, что об Израиле вы такой же, как и мы все. За 10 дней в Израильской войне было больше сказано об Израиле, чем об Украине за 10 лет войны Украины и России. Вас не удивляет? Это не я посчитал, это посчитали журналисты. Подход. Вот очень часто мы слышим от пула украинских экспертов, что Украина это как раз таки Израиль, Израиль это Украина. Многие говорят, что не, 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 ребят, Израиль это не Украина. Смотрите, на, как раз таки, на стороне того, что Израиль это не Украина, говорят, действия израильской власти в рамках этой войны, причем, я напомню, что на Израиль напала не Палестина, а террористическая организация Хамас. Да, то есть, это же разница серьезная. Напомню, что это Хамас, это, можно говорить, что это террористическая организация, можно говорить, что это политический проект. Это как, если бы, например, на Украину напала партия Путина Единая Россия, понимаете, вот что-то такое. А тут нет, вот смотрите, в сравнении с Украиной, Израиль. Почти, если бы на Америку напал наркокартель, например, мексиканский, да, Америка взяла и бросила на Мексику атомную бомбу. Нормально, да? Вот, вот я, я хочу, по правовым моментам, Израиль сразу, на официальном уровне, ввел войну, да, там другие законы, но статус войны, состояние войны там было введено. В Украине нет, по конституции Зеленский не дошел до этой процедуры. Мы много раз интересовались, почему, там понятно, что кредиты не пойдут и так далее, и тому подобное, но у нас... Не, не, там другое. Объясните, да. Там же находится военная администрация, там нету кадмина, там же военная, по-моему, я точно не знаю, я не вникал. Премьер-министр Нитаняху в любом случае имеет свой кабинет. Не, у нас, у нас в Украине совсем другое. Там, по-моему, распускается даже Верховная Рада. Я, может, не распускается, там кабмина не точно у нас. У нас там военная администрация вводится. Не, ну у нас по конституции написано, что Зеленский обращается к Верховной Раде для того, чтобы Верховная Рада огласила состояние войны. А дальше? Ну какая разница, только у нас состояние войны или а дальше мы переживаем? Надо посмотреть закон про национальную оборону в Украине. Там дальше написано, что происходит дальше. Хорошо, ладно. Тут вопрос на звездочках. Очень многие прикрыльники Петра Алексеевича Порошенко шутят, мол, а что в Израиле там единого марафона за миллиард нет. В Израиле мужикам не запретили выезжать. Вот. В Тель-Авиве он самолеты приземляются. Он сегодня решит, Сунак, премьер-министр Британии прилетел. А война серьезная с ракетами, с ракетами серьезными и наземная операция готовится. Так вот, для себя вы лично поняли, в чем действительно главное отличие? Почему Украина не Израиль? Я понял. Потому что у арабского мира, который пытается поддержать террористов, нет желания устраивать мировой апокалипсис, это раз. А у террористов нет такой ракеты, которая может сбить самолет с летящим Сунаком. У них доморощенные ракетки. Может уже что-то есть, но они же не сбивают. Может и есть, я не знаю. У нас совсем другая ситуация. У нас не может ничего летать, потому что русские собьют за 15 минут. Ничего никуда не улетит. Ну, ладно, самолет это другой вопрос. А вот границы... Марафон, выезд очень понимается. марафон и границы, да. Ну, это ноу-хау украинской войны, так мы скажем. Ноу-хау. Ноу-хау. Ноу-хау, да. Так Россия тоже самое сделала. Мы ничего нового не придумали. Но у них списали. Ну, то, что у России марафон после закрытия каналов Березовского и Гусинского, это понятно. Один марафон и границу они закрыли. Ну, что они так? Ну, граница открыта в России, что вы там выезжают? Вы же, посмотрите, в России Соловьем там, это еще какая-то там тетя. И все, больше никому нету. Все, до свидания. Не, ну, я же вам говорю, что этот марафон в России в рамках их национальной безопасности, доктрины по национальной безопасности, вот он работает с момента закрытия олигархических СМИ. Мы помним приезд Савика Шустера, все прекрасно. Да, Евгения Киселева, Матвей Гонопольского и так далее. Это историческое. Еще со времен царицы Екатерины Второй и даже еще Анны Алексеевны или там Ивановны за плохое слово на царя вырывали язык и отрезали уши. Если царя. Поэтому... Они не декларируют демократию, они и не декларируют вот это вот свобода СМИ, прессы и так далее. А мы это декларируем, при этом у нас попробуйте что-то там лишнее сказать. Вон, я вам до эфира рассказывал историю о том, как этого парохобота за три копейки Мирослава Олешку якобы хейтят, там Стерненко, кто-то там еще его хейтит. Человек не выдержал и выехал. Говорит, все, Зеленский все перекрыл, слово сказать нельзя, тебя закроют, тебя то, тебя под домом караулят и так далее. Ну, давайте не перебарщивать в данном случае. Но при этом мы прекрасно понимаем, что во время войны это самоцензура, это ответственность. Во время войны я не могу себе позволить делать то, что, например, делает этот Мирослав Олешко. Это не критика, это еще раз, критика это критика, я критикую. Ну, это же уничтожение института во время войны, это работа на врага сто процентов. Ну, я просто вам к слову об украинской демократии. Вот есть такие кейсы, блогеры какие-то там выезжают, боятся и так далее. Что закроют, ну, поэтому давайте о своей демократии. Я, например, думаю, что по-другому у нас, может, и нельзя было, потому что не забывайте понимаешь, Макс, у нас очень много людей в Украине, которые еще по началу этой войны не осознавали еще всего того несчастья и страха, тех неприятностей и тех угроз, которые нам несет Россия. Понимаете? Люди в начале войны еще не все до конца понимали, что из себя представляет Владимир Владимирович. Они это уже поняли потом, когда начали города стирать с лица земли, когда начались эти страшные жертвы, бомбежки, отключения, когда тысячи наших ребят стали погибать. Только тогда поняли эти люди, что несет Россия. Поэтому поначалу это было правильным. Но теперь, теперь, да еще и в сфере надвигающих контексте, надвигающихся выборов, нужно потихоньку по подпругу расслаблять. Нужно возвращать какие-то шоу, надо возвращать какой-то альтернативный канал, который не будет хвалить Россию. Ну, например, он будет рассказывать, где в результате коррупции наши солдаты не получают лекарства, или не одеваются на зиму, или какая-то бригада не имеет теплой обуви. Это же можно говорить, или нельзя тоже? Не знаю, можно, но... Ну, попробуем, давайте попробуем. Вы же понимаете, что это, наверное, в офисе президента должны осознать, а не мы с вами в разговоре, правда? Вот как только мы с вами пробуем, Михалыч, сразу начинается какая-то чернушная херня о том, что слишком много кто-то там говорит, понимаете? так это так работает? Видимо, такое видение, извините, да, за тавтологию, демократии, свободно, словно. Вы знаете, даже если бы они разрешили все говорить, то я первый бы затыкал рот те, кто ругали бы Украину, не представляя конкретных фактов. Ну, конечно. И не обратившись перед этим в соответствующие правоохранительные органы в соответствующем заявлении. У меня по этому поводу, Савел Михайлович, к вам вопрос следующего характера. На той неделе Юлия Мостовая известная в определенных кругах уважаемая журналистка. Как? Я ее знаю. Вот. Да, Юлия Мостовая шеф-редактор известного издания «Зеркало недели», которое не скрывает свою причастность к Госдепу в том числе. Юлия Мостовая супруга экс-министра обороны господина Гориценко. Она заявила, что на закрытой встрече с журналистами Владимир Зеленский оффрекордс попросил журналистов не писать о коррупции, потому что это вредит нашей будущей победе и пути к этой победе. То есть это неправильно. Наверное, так. И Мостовая как-то так написала об этом. И об этом тоже все написали. Но вы здесь на чьей стороне? На стороне Мостовой или на стороне Зеленского? Я здесь на стороне правды, если честно, и закона. Смотрите, как толерантно и нежно к нам относится американское правительство. Обратите внимание, когда обкакались правоохранительные органы Украины и начался рост коррупции, американцы что сделали? Они не перестали с нами сотрудничать, потому что они понимали, что мы профукиваем их деньги, их гранды, их помощь. Они стали создавать НАБУ, СААП, альтернативную систему контроля правоохранительных органов. Не просто закрыли программу Украина, они поняли, что в нашей стране невозможно бороться с коррупцией на той правовой базе, которая существует 30 лет. Они это поняли. Поэтому они начали создавать альтернативные органы. Стало лучше или хуже? Не уверен. Не уверен, что стало лучше. Но те пытаются хотя бы что-то делать. Это же говорю за последние 15 лет. А вот что происходит сейчас? Приехал Апритский. Опять же это толерантность правительства Соединенных Штатов к нашей стране. Как называется ее миссия? экономического восстановления Украины. Вопрос. Если посылают человека экономически восстанавливать, оценить ущерб и отметить программу экономического восстановления Украины, то она должна создать механизм, который это восстановление будет обеспечивать, а не будет воровать деньги, которые даст Америка. Поэтому они сейчас будут требовать премьер-министра своего. Они будут требовать своих министров. Саверба Михайлович, вот вы как экс-генеральный прокурор точно знаете ответ на этот вопрос. Вспомните пожалуйста 2016 год господин Шокин, который только посмел открыть дело Буризмы, где всплыл сын Байдена Хантер, прилентел Байден в вице-президент, я напомню, и якобы начал шантажировать миллиарда, ну не якобы так и было, или мы вам даем миллиард, или вы снимаете Шокина, почему непонятно. И Шокина сняли, и Шокина сняли, и как бы забыли о Хантере Байден, да и бог с ним, с этим Байденом, но я просто вам говорю о том, как легко влиять, как легко менять, и точно так же вот Принцкер, о котором вы говорите, и точно так же новый генпрокурор, кто у нас там, сейчас я забыл, Костин, по-моему. А что вы хотели, если мы 15 лет прогибаемся, что вы как вы хотели? Вы хотели другого результата? при таком прогибе, я говорю, они еще себя толерантно очень ведут. А я вам скажу, еще и война вот эта, когда у нас вообще ничего нет, ничего, мы только финансируем на 93% армию, все остальное, всю страну, весь бюджет, нам финансируют чужие люди, чужие, не имеющие никакого отношения к этой стране, где у нас Конституция записана, что вся власть народу Украины, вся хуля народу Украины, все недра належит народу Украины, так у этого народу Украины нема ничего. Понимаете? Они еще к нам хорошо относятся. Я бы на их тесте вообще по-другому бы все сделать. Как? Как? 53-й штат Украины и все. Ужас какой! Это же депаратизм, Псюсо Михайлович, ну как так? Не, с Америкой можно, с Америкой можно. А, подождите, ага, вот видите, если боремся за свободу, то с Америкой можно, да? Я шучу, ну понятно же, что... Ну конечно. Я понимаю, но очень многие выдают это не как шутку, а как абсолютно серьезную историю, честно вам признаюсь, когда я слышу опять же, и поклонников Петра Алексеевича, что, а ничего плохого, а пускай временная администрация Соединенных Штатов зайдет в Украину, но ведет здесь порядок, а вот паны, паны все знают краще, неж мы, вот, то все хай буде, потому что мы воруем... Смотрите, ма, ну смотри, в Болгарии была страшная коррупция на таможне. Болгары заключили договор с немецким правительством Анцвайдрай Германии и немцы взяли таможню в аренду. Национальную таможню Болгарии немцы взяли в аренду. Все, закончилась коррупция на таможне. Не шибко-то Болгария богатая. Да ладно, ну, хоть там не воруют. Ну, коррумпированная, как и Румыния, как и... Ну, слушайте, да, тут это очень, наверное, Если вы кого-то призываете на помощь, это не значит, что мы поступаем с национальными интересами, потому что Конституция у нас какая была, такая и есть. Незалежна это держава Украина. И всегда можно к ней вернуться. Если не в этом поколении, то в следующем вернуться. То есть, я сразу вспоминаю, как... А, можно и прокурора поставить. Можно, в принципе, и судебную систему отдать. У нас же главный придаст к судебной системе. Вы за этот путь? Вы знаете, я ничего не против ничего, что принесет пользу Украине. Вот ничего не против. Понятно. Я могу поступиться своими национальными интересами ради благосостояния нашего народа. Вот за секунду. Какими национальными интересами? Я стряплю англичанина во главе Верховного Суда. Но я буду точно знать, что он не возьмет взятку. Ну, это же комплекс по-украински называется меншувартусти. Мы же с этим боролись, когда и сейчас у нас... быть великими, я понял все. Я извиняюсь. Не-не-не, Светлана Михайлович, не в этом дело. Вот вы посмотрите, мы были веками под гнетом этой Российской империи, мы там Советский Союз нас порабощал, а теперь мы такие великие, говорим, то не, мы вообще полные ничтожества. Давайте-ка умные люди, которые построили свое успешное государство, построят его и здесь. Это же утопия, это... Вот смотрите, конкистадоры, которые открывали открывали Северную и Южную Америку, а по сути-то захватывали земли, как возникали колонии, они же действовали по сути точно так же, убивая местных, которые не согласны, навязывая свои правила игры и так далее, и так далее. Да, возможно, британская колония, которая потом переросла в прекраснейшую сверхдержаву Соединенных Штатов Америки, да, ну, смогла, но это немножко по-другому работает. Сейчас конкистадоры просто, ну, это же немножко другой уровень цивилизационных отношений. И как-то это странно даже звучит, но мы же не аборигены, мы же не, ну, я не могу с этим согласиться, ну, как-то, ну, как мы можем себя... Я тоже с этим не согласен, но если статистика говорит, что мы в определенном направлении, я же не говорю все отдать, я же пошутил, я же говорю, но если в определенном направлении есть люди, у которых есть глубокое понимание, как искоренить эту болезнь, так мы идем к этому врачу, который понимает, как искоренить эту болезнь. Так, если вас послушать, так лечиться только надо у наших украинских стоматологов, понимаете? Хотя стоматология у нас не самый плохой сегодня, да, уровень обслуживания, да? То есть, если так говорить, то надо шить костюмы только украинских портных. И никакой Диор, сволочь, нам не указ вообще. Ну, нельзя так. Мы живем в другом мире, но если есть Диор, или если есть человек, председатель Верховного Суда, который готов выстроить шикарную, честную систему правосудия в Украине, почему не воспользоваться его помощью? Ну, Савел Михайлович, вы говорите сейчас о рынке, о коммерции и национальных интересах. Если украинский национальный интерес это исключительно бабки и вот это вот все, то окей, я поднимаю руки и да, то давайте ну, хорошо. Я тоже, например, считаю, я тоже, например, считаю, что мы украинцы это великая нация, способная, талантливая и мощная. Но нам сегодня нужна помощь, мы запутались где-то, мы где-то никуда свернули, нам нужна помощь. Ну, я понял. Ладно, так все-таки о коррупции говорить можно во время войны и нужно игнорировать просьбу Зеленского. Я считаю, что нужно говорить о коррупции. Я считаю, что нужно наказывать показательно наказывать коррупционеров, не отпускать их гулять, а наказывать путем расследования уголовных дел. Нужно их сажать в тюрьму, чтобы весь народ видел, как коррупционеры, укравшие у государства деньги, идут и садятся в тюрьму. Вот это важно для людей. Они тогда будут понимать, что они защищают. О, все, слышно. У меня отключился просто звук на секундочку. Вы абсолютно правы, с одной стороны, Михаил, и с другой стороны, просто хочется понять, как распутать этот клубок, в котором мы запутались. С помощью партнеров или, может быть, все-таки включить самостоятельно мозги, не знаю. Но смотрите, на что я обратил внимание. Если мы говорим о том, что мы можем сдать себя в аренду, например, Соединенным Штатам, то сегодня Давид Рахамия, глава фракции Слуг Народа, написал пост о том, что готовится к рассмотрению законопроект о донорстве, я сейчас говорю о финансовом донорстве иностранных компаний украинским физическим лицам или организациям. По сути, такой себе закон об иностранных агентах, скажем так, которые прямо от чего посредкованного финансируются Западом. То есть, все наши сарасята, громадские организации, все эти детекторы Шмеди и так далее, они все должны будут по логике этого законопроекта отчитываться и писать, кто их прямо финансирует. И Давид написал о том, что ждет срач серьезный и так далее. Я думаю, что, как показывал грузинский опыт недавний, нас ждет не только срач, нас ждет еще и революция, потому что количество наблюдательных советов в Украине и вот этих руманских организаций такое, которые финансируются извиня, что они просто не дадут принять любой законопроект, который бы правдиво освещал кто, что, кому платит. Как вы думаете, насколько это реально в Украине? Давайте так, я просто скажу для зрителей, в Америке функционирует подобное что-то, называется фара. Это закон о лобби. Вот если ты лоббируешь интересы Владимира Александровича Зеленского, пожалуйста, скажи, кто тебе платит. Платит тебе, например, Зеленский. Вот, все, лоббируй. Только мы знаем, что это Зеленский. Насколько возможно это в Украине? Ну, а почему нет? Но если мы стремимся к демократическому государству, если мы не собираемся сделать микс между Монголией и Францией, например, то мы стремимся к демократическому государству, мы должны понять, что нам надо брать институты. Не просто людей, как я сказал, на таможню, например, а надо брать институты, которые там являются столбами демократической системы. Я полностью согласен, что такие вещи, как лоббирование интересов либо физического, либо юридического лица должны быть узаконены и оплачиваемые, и за это люди должны платить налоги. Это как элемент борьбы с коррупцией. Вы же понимаете, что все это у нас происходит, все это делается, но только все в черную, в черный кэш, в черные карманы, в черную коррупцию. Мы же уходим вот в эту мряку неправды, а нашим западным партнерам, если мы действительно собираемся двигаться в эту сторону, это непонятно. Понимаете? Они этого не понимают. Как это можно лоббировать интересы какого-то политика и платить ему деньги, непонятно за что, непонятно сколько. я просто предвкушаю действительно страч, которым написал Давид Архангель. Сейчас будет, да, сейчас будет. Я себе представляю, сейчас начнут показывать, кто кому сколько заплатил, он ржемся, но действительно, зато будет много интересного. Знаете, я недавно товарищ скинул, я не знаю, что это, подкаст, видимо, какой-то, или это радиоэфир, подкаст, вероятно, значит, где какие-то ребята, я не знаю кто, обсуждают с представителем, с каким-то редактором детектора медиа, есть там один мой поклонник, значит, и они обсуждают, кто меня финансирует. Кто финансирует Макса Назарова и канал, это так, значит, ну, это же там капиталовложения серьезные, там, Пальчевский в студии, там, у Пескуна картинка хорошая, наверное, это дорого стоит, да, ну, вот, и обложки кто-то делает, ну, в общем, я, конечно, послушал, думаю, господи, ну, а ведь это, это же они обсуждают на полном серьезе, хотя у меня вопрос, кто финансирует их, подлюк таких, но я-то знаю, я-то знаю, что это грантаецкая организация, которая работает за гранты, Dragon Capital, Soros и других, других компаний, посольств, которые выделяют деньги, это все открытая информация, но я же не, я сейчас не вру, правильно, ну, поэтому, это очень странно, все выглядит и звучит, но они-то против, чтобы все узнали, кто финансирует их, они против, против узнать, кто финансирует вас, понимаете, конечно, может, мураем, деньжащим, там где-то, футбол передать им, это игра в двое ворота, не, не, это же, смотрите, видите, как раз-таки, вы к истине подошли, Са Михайлович, никто не хочет здесь играть в справедливый футбол, конечно, ну, по ходу заставят, по ходу заставят. Вы склоняетесь к мысли о том, что Оксана Маркарова уже сидит, посол Украины, США уже сидит на чемоданах, и после приезда Фридскиева, как раз-таки, его подготовка, этого приезда, Оксану Маркарову, якобы, готовятся назначить премьер-министром Украины, со сменой всех должностных, кабминовских лиц. Ну, и начинается эра, действительно, тотального контроля и управления Украиной извне. Или вы, не согласны с этим? Только что, а вы что мне только что говорили? Что я пионер-предатель, а? Кто меня только что в сепаратизме тут, а, доставал, что я пионер-предатель? Оказывается, не, не я. Значит, смотрите, я ничего не имею против Маркаровой, ничего, лично. Она опытный человек, она министр финансов, в конце концов, она грамотный, очень банкир, а ей удалось первый украинский инвестиционный банк в Америке сделать одним из ведущих банков Соединенных Штатов Америки. Сейчас все уважают наш первый, и там в каждом чуть ли не городе есть отделение, первый международный инвестиционный банк Украины. Спасибо ей, что она молодец, как посол, как финансист, раскрутила украинско-американские деньги в Америке. Это хорошо, потому что пользуются наши люди этими банками. Во-вторых, может, это и не она, я не знаю, но я что-то думаю, что она. Она же послом там работает. Может. Может, Ульяна Супрун. Может, Супрун. Да, может быть, Ярейска. Вот мне тоже нравится женщина. Вот чего? Сердце, хватает сердца. Прекратите. Вот она приняла нормальную норму, что если у нас рост ОВП больше трех процентов, мы половину должны отдать. Ну, это же нормально. Прекратно. Я вам уже говорил, экран не терпит иронии. За это я, за свой богатый опыт работы на телевидении, очень много раз получал от зрителя по шапке. Иронию, вот вы сейчас проиронизировали, а зритель вам поверил, понимаете? Да. Ну, тогда я скажу, что это примерно так было при большевиках. Когда из десяти мешков муки только появляется одиннадцатый мешок, сразу половину надо отдать в родразверстку. Все. Это так было представлено, почти. Тут с деньгами намного круче. Вот. Дело не в этом. Я не занимаюсь политикой. Хотя я, наверное, хотел бы ей заниматься, но очень трудно заниматься политикой в нашей стране, не имея соответствующих грандов. Знаете? Поэтому у меня грандов нет, я политикой не занимаюсь. Вот. А те, кто занимаются, они имеют гранды, они получают финансовую поддержку, они могут себе позволить выиграть выборы, проиграть выборы. От этого сильно ничего не изменится. В оппозиции так в оппозиции, при власти так при власти, никого не наказывают, никого в тюрьму не сажают, никого не спрашивают, я не видел бюджет, папа, когда был при власти, никого не спрашивают. 30 лет, никого ничего не спрашивают. Страна клондайк, страна находка, воруют. Ой, боже. Ничего не спросят. Понимаете? Если ты при власти. Поэтому и Зеленский правильно сказал, что сегодня коррупция это измена Родины. Потому что Владимир Александрович понимает, что в стране гомбец, если будут разборкованы даже те крохи, которые мы собираем с таким трудом. Понимаете? Я промолчу, позвольте, с вашего позволения по поводу того, что сказал Владимир Зеленский. На финал как бы уже история отшумела, но не могу с вами не поговорить о том, что произошло во Львове недавно с Москвой. С Роксоланой Москвой. Да, мне очень нравится. Москва! Роксолана Москва. Москва! 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 Ой, ну это же видите, мы по старой вот этой, понимаете, Москва-Москва. Ну, Москва, окей, хорошо. Не будем, я не о фамилии сейчас, я о том, что красавица, просто, ну, обалденная невеста, значит, экс-прокурора Ростислава Ильницкого, вот, на миллионы просто отыграли, отыграли во Львове свадьбу, и многие сравнивают торт, который был там у них на свадьбе с тортом королевской семьи, я не помню, там фотографии ходят по интернету, вот как королевская свадьба, скромно, вообще там, и вот как львовские прокуроры, значит, ГБР отреагировали. Я могу вас повеселить, я когда женился во Львове в 82-м году, я уже был помощником прокурора Черноармейского района вместо Львова, так, и я женился на своей жене, и у меня тоже была во Львове свадьба, и самое шикарное здание, которое было во Львове, это был замок графа Потоцкого, но в чем была проблема, там надо расписаться и снести невесту на руках там 200 с чем-то ступеней, понимаете, моя света тогда весила 49 килограмм, и я ее так взял в этом свадебном платье и красиво понес, потом в ресторан лето поехали деревянные возле университета, и свадьба мне с моей семьей, с отцом, с семьей моей жены обошлась 300 рублей, 300 рублей, на свадьбе было человек 200, ну это две зарплаты месячные моей мамы, которая работала воспитателем, ну родители еще на книжку что-то положили, оплатили, бидоны с самогонкой, колпаса, понятно, гуляла два курса, юридический факультет и химический факультет, она на химическом и вы знаете, вот мы с ней прожили много-много-много лет, и если бы меня кто-то спросил, ты хочешь ее, наверное, тоже, ну правда за нее не буду расписываться, пусть сама говорит, вот, спросил, ты хочешь другую с вами, я бы сказал, нет, я другой не хочу, но вот эти понты, которые устроили прокуроры и ДБРовцы на... Ну там бывшая, это вот Москва, Рокслава, она бывшая, там же ее уволили, что-то бабло. Которые устроили они во время войны, во время того, когда люди по 5 гривен отчисляют на военные нужды от своих пенсий, зарплат, военный сбор, дети собирают копейки, которые им дают родителям в школу, на пирожки, дети покупают, скидываются бронежилеты для военных, такое устраивать нельзя. Я сейчас не собираюсь спрашивать, где вы взяли денег. Денег там... А надо бы, вы все-таки... Нет, я не имею права. Для этого у нас есть ДБР, у нас есть НАБУ, у нас есть специальные органы, в конце концов есть моралисты, которые будут их добивать. Но я считаю, что, знаете, вот ребята поступили некрасиво, ребята молодые, они нифига не понимают, хотя и прокуроры. Не попался мне этот прокурор, я бы с ним разобрался очень быстро. Но... О чем вообще... С вами Халк? Родители должны были, родители... Послушайте, послушайте, мы... Понимаете, вот эта свадьба во Львове, это как лакмусовая бумажка. Послушайте, я до политического телевидения работал на радио, я был в шоу-бизнесе, конечно же, я вел корпоративы, я вел какие-то свадьбы, это было нечасто, но я их вел. И, разумеется, у меня остались связи в ивент-сфере, у меня очень много знакомых ведущих, профессиональных, некоторые, кто был во Львове, тоже знаем, тоже... этого полно. Свадебный сезон в Киеве закрыт, люди зарабатывают бабки. Вот то, что было во Львове, это... Это пшик по сравнению с тем, как гуляют праздники, корпоративы и свадьбы в Киеве. Ну, миллионные бюджеты просто. Я это знаю, я... Сметы вам сейчас показывать не буду, понятно, но я просто знаю, я это вижу. Зайдите в Инстаграм к любому организатору праздников в Киеве и вы увидите за лето сколько таких львовских свадеб было. Так у меня вопрос возникает. Мы же не будем призывать каждого моралиста и представлять каждого моралиста к такому кейсу. Это невозможно. Это, наверное, говорит о том... Этого моралиста надо... Понимаешь, Максим, его надо... Но вы же не запретите, вы же не запретите гураши. Надо воспитывать людей так, чтобы они сами этого не хотели делать. Как вы не понимаете, запретом это не решается. Это решается многогодовым воспитанием. Понимаете? Общество разделено на бедных и богатых. Понимаете, что произошло? Общество разделилось на очень бедных и на очень богатых. Поэтому богатые, очень богатые себе позволяют а бедные ничего не могут с этим сделать. Понимаете? Вы сейчас возьмите в Израиле и отгуляйте такую свадьбу. Таких завтра там перестреляют этих женихов с невестой. Ну, не женихов, а гостей. Поэтому общество должно созреть к этому. Должно быть общее понимание общей беды, общей проблемы, общей войны. Не моя хата с краю, не моя жаба меня на теки дали, а сусидская жаба дали. Знаете? Не моя хата с краю, а я член общества, которое сейчас в войне. И я должен понимать заботу этого общества. Понимаете? 360 тысяч израильтяне собрали за 4 дня, мобилизовали. 360 тысяч. У меня к вам вопрос глобальный, раз вы о глобальном. Вот вы говорите, что надо воспитывать, а я у вас хочу спросить, как побороть в рамках этого воспитания вот это стремление к пшенка стайлу? Вот как это сделать? Как общество менять? Есть ли репрессия? Не назначать пшенок генеральным прокурором. Когда он у меня работал, у него никакого пшенка стайла не было. А, вот оно что. Да, он работал прокурором Донецкой области, жил в скромной квартире даже. В Киеве, когда он работал в генеральной прокуратуре, у него была квартира двухкомнатная. Кто бы ему позволил, что он к стайлу так сделать? Никогда в жизни. Понимаете? Я когда стал генеральным, через 3 дня я создал генеральную инспекцию по контролю за работниками прокуратуры. Против коротства. О, прекрасно. Через 3 дня в третий мой приказ был генеральная инспекция по борьбе с коррупцией в органах прокуратуры. А потом, когда меня уволили, ее распустили. А теперь ее создали опять. через 15 минут. Я напомню, напомню, и, кстати, можете прокомментировать, что теперь в Украине всех чиновников, которые когда-то, имеется в виду, занимали политические должности, пожизненный финансовый мониторинг теперь у нас есть. Я так понимаю, но я не знаю, насколько имеет этот закон обратную силу в данном случае. Любой закон, сужающий права человека и усугубляющий эти права, не имеет обратной силы. То есть, это получается финансовый мониторинг пожизненный, даже после отставки, коснется всех тех, кто назначен от сегодняшнего дня, условно. Да. От момента подписывания. Это поможет побороть коррупцию в Украине? Это поможет полностью обезглавить наши органы управления от цивилизованных меняемых людей. Туда пойдут те, у которых ничего нет и никогда ничего не будет. Ни в голове, ни в карманах. Вместо того, чтобы создать им условия, чтобы они не брали взятки, не обогащались, а работали на государство, что во всех странах мира делается. Создают условия, что ты не иди во власть, не иди в государственную службу, потому что до конца жизни ты будешь объяснять, почему у твоей жены пять колгот, а не двор. Все. Да уж. Да уж. Спасибо вам за ваш откровенный эмоциональный посыл, Сузан Михайлович. Как всегда, интересно, с юмором, с иронией. Друзья, я знаю, что многие наши зрители, мои зрители нашего канала не понимают иронию. Я прошу вас все-таки немножко легче смотреть и слушать. За это и поставьте лайк нашему разговору. Святослав Пескун, генеральный прокурор, глава Союза юристов Украины, был со мной на связи прямо сейчас. Сузан Михайлович, вам хорошего дня, берегите себя. Тебе хорошего. Спасибо. Пока. Пока, Максим.